Привет, вы на канале про продукт. Простая бочковая засолка. Как солить помидоры в бочке, рецептура старинная. Используя ее получают продукцию, сохранившую все свои полезные свойства. Холодная засолка в деревянных бочках обеспечит наличие вкуснейших помидор зимой. Они могут сохраниться и до весны. Красные помидоры выбираются, чтобы были спелыми и упругими, размер может быть любой, а по количеству, чтобы наполнить емкость доверху. Бочку или кастрюлю устилают вишневыми листочками, смородинником и хреном. Помидорки моют и убирают плодоножки. Чистую продукцию нужно выложить слоем на листья. Сверху посыпают кружочки чеснока, достаточно трех зубчиков на литр жидкости, и перца огонька, используют штуку для литра воды. Добавляют три или четыре горошины черного перца и два укропных зонтика. Соль потребуется развести, если в литре воды, то берется сотня грамм. Полученный рассол приливают к помидорам. Сверху продукция посыпается зеленью, закладывается еще один слой помидорчиков. Рассол нужно будет залить еще пару раз. Укрывают все листочками хрена. Сверху все придавливается гнетом. Заготовка должна быть выдержана в течение трех или четырех дней. Температура должна быть комнатной. После этого ставят емкость в холодное место, в котором может оказаться подвал или погибок на 28 дней. Иногда сезон заканчивается, а зеленых недоспевших томатов на участке остается много. Чтобы овощи не пропадали, люди научились их вкусно солить. Берется деревянная бочка либо объемная кастрюля. Готовятся ингредиенты. На 5 кило неспелых томатов понадобится острый перчик и листья смородинника, все по 50 грамм. Укропа нужно 100 грамм. Петрушки и базилика достаточно по 30 грамм и 300 грамм соли. Водичке надо будет 4 литра. Бочка устилается листочками и веточками, сверху будут помидорчики, которые посыпаются солью и оставшимся небольшим количеством зелени. Наливают рассол. Настаивать продукцию придется месяц. Зеленый овощ не подвергается деформации. Зеленые томаты в пластиковых ведерках. Для заготовок из незрелых помидор в качестве добавок пригодятся вишневые листики и смородинник, укроп и горький перец. Для приготовления 7% рассола берут воду в количестве литра и соль около 70 грамм. Подслащают продукцию по вкусу. Для окончания процесса потребуется полтора месяца. Чтобы избавиться от жесткости незрелых томатов, посоленных в пластиковой таре, перед приготовлением следует облить их крутым кипятком. Посолить томат дома можно, используя пластиковые ведра. Перед тем, как солить помидоры, потребуется подготовить и помыть нужный сорт, лучше воспользоваться сливками. Прополаскивают в воде несколько укропных зонтиков, листики смородины и хрена. Для пикантности привкуса добавляют несколько горошинок перца, красные остренькие перчинки и разрезанные дольки чеснока. Помидорки попеременно с зеленью укладываются в ведерки слой на слой. Рассол готовится из литра воды и двух больших ложек с солью и сахаром. Сырье заливают остывшим рассолом. Каждая ведерка накрывают чистым лоскутом ткани или марли. Сверху емкость накрывается тарелкой с грузиком. Помидоры в ведре содержатся в комнатных условиях около месяца. Дальнейшее хранение возможно в прохладе. Как солить в пакетах? Быстрым способом получить малосольные помидорчики будет пакетный посол. Томаты следует надрезать накрест. При добавке огурчиков удаляют у них верхушки. Вымытый укроп, петрушку, кинзу и базилик мелко режут, крошат 4 чесночных зубца. Чтобы солить продукцию берут пакетик, накладывают туда по слоям ингредиенты. Всыпают туда соль 2 больших ложки и сахарный песок 1 ложку. Завязанную упаковку требуется хорошо встряхнуть. Убирают пакетик в холодильник. За сутки с периодическим переворачиванием упаковки вкусные помидоры будут готовы. Для дальнейшего хранения продукцию пересыпают в кастрюлю.